Доброго денёчка, товарищи! С вами Беброс Танцующий Титан, и сегодня будет вторая часть прямого репортажа. Неожиданно люди встретили очень хорошо, отзывов было очень-очень много, все положительные, что удивительно, в принципе. Ну, раз людям нравится, ну, значит, надо делать. Тем более, если вам хорошо, то и мне хорошо, тем более, что у меня времени мало между работой, универом и лабораторией. То есть, сегодня вон я наращивал ДНК на вирусы и бактерии, а вот уже час спустя буду наращивать свинцовые пули на мозгах врагов. Муа! Ну так, в общем, что сегодня запланировано, как я обещал, сегодня я испробую хендканоны, точнее покажу, как с ними я играю. А играю я с ними очень-очень плохо, настолько плохо, что даже не описать словами, а вы знаете, на слова я хорош. Так вот, буду использовать The Last Word, то есть последнее слово. Многие хантеры уже месяцами выбивают это оружие, им не везет, а мне вот выпало, хотя мне, в принципе, на это оружие пофигу. Ты даже его не прокачал, потому что я говорю, я очень плохо с хендканонами обращаюсь. И так что, наверное, у вас будет жестко много фейспалмов, но я, в принципе, это и делаю для смеха, лично этот эпизод. Также снайперка и гранатомет, но я буду использовать в этом матче исключительно пистолет, больше ничего. Ну, плащик, ботинки, объект, хотя вот только недавно купил Iron Regalia, но не хочу в 30-м бегать. То же самое эти Iron Regalia шмотки и шлем. В общем, все классическое, только в этот раз будет Last Word. Ребята, счет будет, я думаю, честно, вот так вот, взвесить это все хорошо в мозге, то счет будет, я предполагаю, будет таких 2-15-3-15. Потому что я не играю с хендканонами, я, может, сыграл за все время матчи 5-6, за все время, учитывая, что с аута-райфлами, с фьюжинами, со снайперками я сыграл десятки-десятки-десятки матчей. А хендканоны не мое. Ну, во-первых, потому что титан, во-вторых, хендканон однозначно лучшее оружие 1 на 1, но я предпочитаю меньше урона, но возможность справиться с толпой. То есть, 2-3, порой 4 игрока. Против 4-х хендканон просто не вытянет даже своим магазином. Против 2-х, 1-го, спокойно, 3-е, уже тяжело. Ну вот, сейчас матч ищет. Как повторюсь, это прямой репортаж, то есть, я буду играть, это просто, грубо говоря, летсплей, как и прошлый эпизод. Буду просто говорить, настоящие эмоции, настоящие речи. В общем, импровизация. Кстати, вот пока грузится матч. Кстати, извините, что так долго грузится интернет у меня, видите ли, говеный. Просто сосед вечно порнушку качает. Не знаю, там уже, наверное, терабайтов 5. Но не суть. Суть в том, что у меня есть плохие новости. В пятницу, скорее всего, видео о Зуре задержится. Потому что мне надо очень рано вставать в лабораторию. А когда вернусь, хрен его знает. Если вообще вернусь. Лаборатория штука такая. Ну так вот. Так что извините, но постараюсь сразу прийти, вечером записать, записать, записать. И выпустить. Но с утра она вряд ли получится. В общем, посмотрим. Там все зависит от расписания, как пойдет. Блин, чего ж так долго матч грузится? Как-то даже неловко. Простите, что так долго. Это не от меня зависит. Это Банжи и сосед француз-извращенец. Ну все, полетели. Фух, удачи нам. Ну, надеюсь, матч не задержится больше 10 минут. Потому что видео рендерится только 15. Да. То есть, если матч будет слишком длинным. Начало этого видео вы не увидите и не услышите. И мне придется перезаписывать. И это уже будет не первый матч с хэндкэнонами. То есть, нечестно все будет. Ну, не суть. Вот мы сейчас летим в белое очко. Надирать очко другим. Так. Фух, ну вроде все сказала. Всю предысторию. Ну блин, интернет тормозит. Ё-моё. Даже, даже не знайте. Где вся моя команда? Че я один или чего? Ооо, прилетели он. Ну, надеюсь, игроки хорошие. Потому что я этот матч буду просто просирать по-дикому. Как после Пургена. Я привык более-менее играть. В плюс или хотя бы в тот же счет. Но. Сейчас. Будет. Полная жопа. Ну, Марс. Карта прикольная. Люблю точку Б. Там жесткий замес. Жалко я играю с пистолетом. Ух ты. Какой красный кардинал. Красивая краска, блин. У меня так вечно отстойка эта серая, некрасочная. Так. Команда Альфа. Ну, это хороший знак. Но интернет тормозит. Ё-моё. Погнали, погнали, погнали. Вот почему не люблю хендканоны. Потому что я люблю, когда все по центру. А когда бежишь с хендканоном, он направляется вертикально и закрывается в правую сторону. Мне это не нравится. Это не очень уютно. Так. Ай-яй-яй. Ух ты. Зато я первый убил. Смотрите, не так плохо. Только с пистолетом-то, по сути, ничего не сделал. Да, посмотрите, связь. У всех связь отстой. Это не моя проблема. Посмотрите, красный, желтый, красный, красный, красный. Вообще кошмар какой-то. Ну, хотя бы не у меня одного. Но сейчас глянем, что будет засчитывать там. Выстрел только там через 30 минут. Блин, я еще вот еще уставший. Блин. Хочется снайперку достать, но я пообещал, что буду чистить с пистолета. Я вообще косой, ё-моё. Ух ты, ух ты, смотрите-ка. Я прирожденный ковбой, мне на дикий запад, на Дании, на точку B. Так. Стоять, шериф. Смотри. А, блин, ассист. Ну, что такое? Я только начал получать удовольствие от этой пуколки. Так, 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 ну где ты, наш друг? Милый друг, не стучай. А, что-то я на Леон тебе помешался. Смотрите, там гранатку ловко кинул. Блин, нет, с такими жизнями не иди, Дима, не иди. Так, ну, ты, блин, комар летает, мешает, отвлекает эти госты. Очень отвлекает. Так, так, так. Ну, держим, держим ситуацию. Давайте, ребята, ты, он, дегидон, дегидон, как на диком западе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно, больно, больно. Медик, где медик? Ну, так вот, в чем суть на этой карте тоже. То есть, задерживай точку B. В прошлом прямом репортаже я также говорил про B. Обычно это B и бывает. Тут мы кинем котляшку большую. Но в суть, что на этой карте вообще А и С может забить. Потому что главное держать B. Блин, я косой, ребята. Ну, хоть ассисты идут, ассисты неплохо идут. Но тем более пушка не прокачена. Но я никогда с хэнканонами не играл, ё-моё. Это очень круто, чувствуешь мощь такую. Но. Так вот, о чем я говорил. Точку B, в общем, надо держать. И все, на остальные точки забить, потому что их очень легко. Ух ты. Стритика. Так, вот. А другие карты, это в принципе... Ой, футы карты. Крыша едет. Извините, устал немного. Но по сути, что другое можно и не захватывать. Потому что там отхватить 2 секунды. Тем более, респаун идет либо у С, либо у А. Точка B. И если на этой карте вы теряете точку B, это уже жопа. Причем официально и подписано в документах. Блин, да не так плохо, ребята. А может, может и Титану... Может и Титану хорошо идет? Ай-яй-яй. Ну все-таки убил этого игры. С своим светящимся факелом. Из войда. Ага. Ну слушайте, ребята, не так плохо. Но чувствую себя очень неуверенно. Это то есть непривычно. Мы все три точки захватили. Блин, они сейчас на B пойдут. Ой-ой-ой. Что же вы делаете, засранцы? Стоять, шериф. Ай, не катит. Видите, я жестко мажу. Точности никакой. Если идут убийства, это не хедшоты никогда. Ой, позорюсь тут перед вами. Так-так-так-так-так-так-так-так. У меня еще Торн есть. Я можу тогда в каком-нибудь следующем репортаже с Торном поиграю. Так. На, дружок. Скушай пирожок. Слушайте, я у меня сотри. Я все еще и по этому чувствую. Блин, не заметил, что у меня пенал. С этим пистолетом себя чувствую, как Пушкин. Что он на рифмы тянет. Ну и завалит меня, как Пушкина. Да. Хочется быть Дантесом. Так-так-так, точка Б. Ну, мать, что мы этот уже однозначно затянем. Но это просто вопрос в другом. Насколько меня тут натянут? Блин. Ё-моё. У него еще и патронов маловато. Не, ребята, мне очень туго. Мне очень туго с хэндкэнонами. Еще есть такой связи. Очень тяжело. Но по сути-то что? С захвачено. Б захвачено. Команда тянет. Я тут просто груз такой. Бегаю с пукалкой. Мне не знаю, что есть этот пистолет, что нету. Ага-га. Ай-яй-яй. Точка Б, точка Б. Стоять, шериф. Кто кивец? Ха-ха, смотри, ты убил. Не, ребята, очень весело, очень весело. Потому что я никогда с ней не играл раньше. И новые эмоции. Так. Давай, сейчас мы тебе покажем, как дикий запад рулит. Техаски рейнджеры. Ой-ой-ой. Нет, ну смотрите, убиваю, убиваю людей. Это при том, что я вообще не умею играть. Плюс пушка не прокачана. А это аэрон баннеры. Здесь очень важны пушки. Точку Б мы, конечно, потеряли. Это нехорошо. Ну, сейчас согреем их. Так. Немножко ультрафиолета. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, ладно, без прицела. Хардкор. Не, прикольно. Вообще необычно. Ребята, если вы никогда не играли с хэнканонами, попробуйте. Просто ради веселья. А может и вам не понравится, вдруг у вас талант. Но я, как видите, мажу конкретно. Я не знаю, по-моему, ни одного хэдшота не засадил. Что очень плохо. Так. Ну, давай, дружок. Добро пожаловать в Техас, ублюдок. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, тут их слишком было много, облепили меня. О-хо-хо. Так-так-так-так-так-так-так. Ну, лидируем конкретно, но счет у меня полный отстой. Да, эпизод, наверное, тоже будет скучный, потому что... Ну, что, я, в принципе, ожидал, что будет веселее, да у меня фейлов будет много. А так, что, меня просто местят, как гриба. И я мешу других. То есть, ничего необычного не происходит. Но играю, честно говоря, лучше, чем я ожидал. Так-так-так-так-так-так. Ну, давай, пошли. Давай, самурай. Иди за Японию. Ай-яй-яй. Ну, посмотрите, ну что за жесть. Ну, все, и жопа мне. Да-а-а-а-а. Собаки. За Русь, матушку. За Техас. Вообще, кошмар. Я просто, когда стреляю, мне такое... Когда я стреляю, например, с автоматом, у меня такое ощущение, что я попадаю. То есть, я ощущаю каждый патрон. А тут ты просто стреляю куда попал. В надежде, что что-то куда-то, да как-то попадет. То есть, в итоге не я свинцом кормлю товарищей, а товарищи кормят свинцом меня. Ну, смотри, убиваю, убиваю. Это вполне радует. Ну, вот такой, в общем, матч, ребята. Откомментируйте, что я делаю хорошо, что я делаю плохо. В следующий раз, наверное, Торн возьму. И уже тогда на ваших комментариях, на ваших замечаниях я попытаюсь сыграть с Торном. И тогда это будет более интерактивное шоу. То есть, вы видите, как я играю. Что я делаю хорошо, что я делаю плохо. Вы будете мне... О, 1.1! Ребята, да это лучше, чем прошлый мой матч. Прошлый мой прямой репортаж. Так вот, в чем суть? Давайте сделаем это более интерактивно. То есть, вы замечаете мои ошибки, кто играет с хэндканонами. И пишите мне в комментариях, что я делаю неправильно, что я делаю правильно. И тогда в следующий раз я возьму Торн и буду следовать вашим замечаниям. Тогда это будет более интересно. Вы будете видеть мой прогресс. В общем, спасибо за ваше время, товарищи. Также, это еще до сих пор находится в эксперименте. То есть, я это шоу все равно сомневаюсь, стоит ли его пускать на основную основу. На основную основу. Какой красноречивый. Вот так вот. Так что, просто говорите, что хорошо, что плохо по самой программе. Плюс, говорите, что плохо, что хорошо с хэндканоном. То есть, в следующий раз или через раз я попробую с Торном, уже следуя вашим замечаниям. Спасибо, товарищи. Хорошего дропа, хорошей игры. До свидания, товаги-ши. Уга.